Приветствую вас, работа со страхом, любым страхом, неважно какой именно у вас и так далее. Работа за страхами всегда. Работа терапевтическая, неспешная, обстоятельная и деликатная. Понимаете, как правило, сам страх не несет в себе ничего. Совершенно. Просто потому, что любой страх это всего-навсего защитная реакция вашего организма. И не более того. Это просто защитная реакция вашего организма на определенные события, на определенные вещи, на определенную угрозу, которую вы почему-то считаете таковой для себя. То есть, если вы понимаете, о чем я говорю, ситуация заключается именно в том, что вы по какой-то причине посчитали, что публичное выступление, ваше публичное выступление перед людьми, это обязательно что-то страшное, что-то негативное и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если то, что вы делаете, имеет для вас огромное значение, ну, больше, скажем так, значение, чем, например, допустим, это должно иметь, то естественно, что у вас будет страх, потому что вы будете бояться этого лишиться, вы будете бояться этого потерять, и, конечно же, отсюда у вас будет страх. Соответственно, гипер-гипермотивация, если она имеет место быть, ее нужно занижать сфере понимания того, для чего вы все это делаете. Почти всегда подобные страхи, которые, вот, есть у вас, связаны с тем, что человек недостаточно уверен в себе. То есть, вот, нет уверенности в себе у человека, и, соответственно, боится он, что его, там, например, что его осудят, что его выяснят, что его, как-то, принижать будут, да, и так далее. И вопрос, вопрос, который нужно рассмотреть хорошо, заключается вот в чем. Почему вы так боитесь, например, почему вы так опасаетесь, например, реакции других людей на вас? С чем это связано? Почему это так? Почему вы придаете такое значение реакции на вас, других людей? С чем связан данный аспект? Нужно подумать, нужно увидеть это, нужно посмотреть, откуда у вас подобные установки взялись. Кто вам их внушил и почему? Например, если ваши родители убеждали вас в том, что самое главное, это, собственно, общественное мнение, то вот, исходя из этого, и понятно, почему вы так на это реагируете. Вас воспитали в тех условиях, что мнение других людей чрезмерно важно. Но почему оно важно? Почему оно так важно? С чем связана важность этого мнения общественного вам, скорее всего, всего не сказали. Скорее всего, вы сами этого не понимаете. И вот этот аспект, в данном случае аспект детско-родительских отношений, обязательно необходимо разобрать, потому что это тоже то, что вам вредит. Это тоже то, что заставляет вас испытывать негативные переживания по поводу того, что с вами происходит. Естественно, это лишь только вариант. Далее. Следует здесь использовать рационализацию. Рационализация связана с тем, что страх по своей сути мистическое чувство. То есть мы боимся только того, чего не знаем. Мы боимся неизвестности. Когда мы понимаем, что стоит за страхом, какие, например, стоят негативные обстоятельства, наступления, которых мы не желали бы, когда мы это понимаем, для нас сразу многие вещи, очень многие вещи становятся понятными. Например, мы не скатываемся больше в такую вот, скажем так, мханру по поводу страхов, а мы просто берем и начинаем делать что-то для того, чтобы эти ситуации, чтобы эти события не наступили. То есть, понимаете, когда мы увидим, что стоит за страхом, когда мы видим, что за ним кроется, когда мы понимаем, какие негативные последствия для нас несет страх, он отступает, и на его место приходит сон. На его место приходят просто обстоятельства, ну, скажем так, обстоятельства могут быть разные, в том числе и различные, жизненные, там, связанные с родственниками и прочее, прочее, прочее. Вот это не столь важно, важно другое. Что, понимая обстоятельства, понимая их природу, мы можем с ними уже что-то делать. Мы можем корректировать свое поведение и в связи с этими обстоятельствами мы можем корректировать свое поведение и корректировать свое поведение, тем самым избегать негативных обстоятельств. Но негативные обстоятельства – это далеко не всегда именно страх. Негативные обстоятельства – это то, что стоит за страхом. И вам нужно понять, что стоит за тем, что вы боитесь, что кроется за этим, какие обстоятельства. И вот важно подкорректировать себя в этом. То есть корректировать свое поведение, либо свое отношение так, чтобы вы не боялись этих вещей. Чтобы вы знали, чего именно вы не хотите. Наступление каких именно обстоятельств вы не хотели бы. И тем самым смогли бы не позволять ситуации как-то реагировать на ситуации и влиять на вас. Далее я бы предложил вам освоить несколько довольно простых упрощений, которые могли бы помочь вам снизить негативные проявления, негативные последствия того, что с вами происходит. А именно, когда вы боитесь, задавайте себе вопрос, чего я боюсь? Это первое. Просто вопрос, чего я боюсь? И, ну, тут понятно, тут понятно, нужны именно нужны именно понятия о том, чего вы боитесь. То есть без понятия, без понимания того, чего вы боитесь, не будет доработано. То есть необходимо понимать, чего именно я боюсь. Это первое. Второе. Наступило ли то, чего я боюсь, или еще нет? То есть если наступило то, чего вы боитесь, это разговор один. Но если то, чего вы боитесь, еще не наступило, то, соответственно, чего бояться тут тогда? Вот. И постоянно себе этот вопрос вам нужно задавать. Наступило ли то, чего я боюсь, или еще нет? Случилось ли то, чего я боюсь, или еще нет? Если приучите себя задавать этот вопрос, то проблем у вас станет гораздо меньше, а реагировать на все эти обстоятельства вы также практически перестанете. Ну, или будете гораздо меньше. И последний аспект. Точнее, наверное, предпоследний аспект. Это все-таки, это все-таки то, чего я боюсь, случилось, что так ли это страшно? Так ли это страшно для меня? Не преувеличиваю ли я значение для себя того, чего я боюсь, и чем конкретно мне навредит то, что произошло? То есть это вот такие вопросы, которые вам нужно задавать, зависимо от ситуации, которая с нами происходит, которая у вас в тот или иной момент имеет место быть. И последний момент, последнее средство, которое я вам хочу предложить, оно обязательно для выполнения, это вам нужно представить наихудший вариант развития событий для вас. Наихудший вариант развития событий вы представляете, а после думаете о том, как вы себя стали бы вести в нем. вот конкретный план, конкретный план того, что вы будете делать в ситуации, если произойдет то, с чего он выбоит. ну понятно, что поддавительно это нужно понять, с чего вы боитесь. Понятно, что без этого ничего не получится. Вот представим, что вы поняли, чего вы боитесь, и дальше вам нужно вот действовать так, как я говорю. Далее. если вы боитесь страха, если вы боитесь публичных выступлений, а это тоже такой довольно серьезный страх, экзаменов боитесь, да, и так далее, то здесь несколько иной подход. Ну, во-первых, к этим обстоятельствам применимо все то, о чем я уже говорил. Это первое. Второе. Если мы говорим о публичном выступлении, именно выступлении мы говорим, если мы говорим именно о выступлениях, как каковых, то здесь в первую очередь мне хочется отметить такой момент. Смотрите, когда вы выступаете, когда вы выступаете, вы же, наверное, боитесь подчувствовать себя какой-то вот неуверенной, да, какой-то вот такой слабой, боитесь осуждения и так далее, да, то есть вот такие мысли, скорее всего, вас посещают. Так вот, так вот, смотрите, что-то заключается следующее, что-то заключается следующее, вам нужно проработать, проработать именно, то есть формировать свой внешний образ, свой образ ориентированный на других людей, то есть посетить нарисовать образ, который вы будете предоставлять другим людям, и они основываясь на этом образе вашем, будут строить о вас свое мнение. То есть это вот такой, такая вот работа. Работа над, можно сказать, своей визитной карточкой для других людей. Что для этого нужно сделать? Для этого вы встаете перед зеркалом и смотря на себя, смотря на то, как вы выглядите, на свою позу, на свою осанку, на свое выражение лица и так далее, на выражение глаз. Вы корректируете это все так, чтобы выглядело в такой форме, чтобы это было в такой комплектации, в такой совокупности, которая бы вас устроила целиком и полностью. Понимаете, осень идет треть. И когда вы это сделаете? Когда и если вы этого сможете добиться, а вы этого сможете добиться, если будете заниматься этим, то вам нужно представить себе, что вы оказались в ситуации, которую вы боитесь. Вы оказались в ситуации, которую вы опасаетесь. Представляете ее и смотрите на себя. Скорее всего, в этот момент ваши усилия по формированию своей осанки, по формированию своего взгляда и так далее. Ну, скорее всего, это все достричено, потому что вы увидите вы неуверенный взгляд снова и снова опять увидите вы и в общем-то что вы потеряли уверенность, ну, в общем, будет все довольно печально здесь. и вот вы снова и снова вы выравниваете себя, выравниваете свою оценку и приучаете себя к тому, чтобы именно в этом ощущении, в том ощущении, которое вы себе создаете сам, вы его можете контролировать, да, вы видите его можете там вызывать по желанию, вам не обязательно его сразу себя нагружать сильно. Вот так вот, постепенно, постепенно вы приучаете себя к тому, чтобы быть, чтобы выглядеть соответствующий вот в той или иной тяжелой ситуации. Это, это, это правильное поведение, это поможет вам выработать, это поможет вам выработать привычку принимать тот образ, как бы надевать его, надевать на себя тот образ, который вот вы сформируете. Далее, если говорить о публичном выступлении, опять же, то здесь актуально для вас будет и проговаривание того, что вы должны будете сказать на этом наступлении снова и снова, но проговаривание в кругу тех людей, которые являются для вас вашим неблизким. Ну, то есть, грубо говоря, привлечение такой аудитории, которая не вызывает у вас нервозности, не вызывает у вас беспокойства. И после, подумать, вот вы забрали группу своих друзей, или просто группу людей, с которыми вам комфортно. И после вы задаете себе вопрос, а вот кто еще, если кто-то еще будет в этой группе, кто может вызвать у меня нервозность и беспокойство, скажем так. Кто и почему? Вот это вот тоже важный вопрос о самом деле. Потому что именно природа людей, именно понимание того, кто вызывает у вас беспокойство, вам будет от этого беспокойство и избавиться. Ну, просто потому, что вы будете знать, какие именно люди вас нервируют и сможете определить, почему. Почему именно они. Помимо этого, если вы будете приглашать в удобную компанию, удобную для вас компанию людей, которые вызывают у вас беспокойство, то вы сможете довольно легко адаптироваться к этим людям. Когда нервозность не является глобальной, когда нервозность не является подавляющей вас, а когда нервозность в общем-то в меру и вы можете с ней справляться спокойно. то есть в терапевтических целях подобное является очень полезным. Ну и последнее, именно то, что касается публичного выступления. последнее, это концентрация на речь, на том, что вы должны сказать, на том, что вы должны преднести, на том, что вы должны представить в публике, в публике, в широкой публике, да, вот. Это тоже момент очень-очень важный. понятное, что для вас, для нас ключевым аспектом, ключевым аспектом, является именно аспект произнесения речи, как таковой. и чтобы речь была произнесена безукоризненно, идеально, вам нужно сконцентрироваться только на ней. Во-первых, необходимо выучить ее до автоматизма, чтобы вы прям вот говорили ее на зубок, просто нужно сказать. второе, это то, что в общем-то люди пришли на ваше выступление для того, чтобы вы дали им как раз-таки то, ради чего они пришли. Это не то, как вы выглядите. Это не то, как вы одеты, не то, как вы там накрашены или что-то вроде того. Это именно то, что вы должны сказать. Понимаете? То есть людей интересует в первую очередь то, что вы должны сказать. Их мало интересует, как вы выглядите. И когда этот момент вы для себя также уясните, поймете, когда этот момент вы также для себя поймете, вам станет куда проще. Концентрация на речи поможет вам не обращать внимания на другие аспекты, которые могут быть замечены при произнесении речи. И когда вы начнете говорить привычные для вас слова, то память речи, память состояния, которое у людей бывает, память состояния, моментально ведет вас в такую чувственную совокупность, которая доставит вас забыть о том, что вы говорите перед публикой. То есть это иными словами будет не важно перед кем вы говорите. Что касается экзаменов, то здесь ситуация такова, что опять же, все-то я сказал справедливо и для экзаменов в том числе, но здесь есть важный момент оценки. И вопрос в том, что для вас значат оценки конкретно для вас. предаетесь почему вы такое значение этим самым оценкам придаете? ваше это убеждение, что оценки такие важные, убеждение или это ваших родителей, что ну или вашего окружения, что оценки такие важные, это не столь важно, не столь значимое, важно другое, что оценки не значат ничего. Если вы учили, если вы готовились, если вы старались, то вы в любом случае сдадите экзамен. А если вас захотят завалить в прокурат они вас завалят. Как бы вы не готовились, что бы вы не делали. Со сведом их непонятно. И если вы действительно старались, готовились, если вы действительно учили, если вы действительно знаете, просто рассказите то, что знаете. И все. И больше ничего не нужно. Для этого не нужно бояться оценок. Для этого нужно понимать, что такое оценки, каково их значение, какова их природа, откуда берется их важность. Об этом можно поговорить, если вы не хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.